В 30-е годы Ежи Петербургский и Артур Голд были кузенами. Голд играл на скрипке, он ежи на фортепьяно. Но штука была в том, что ежи не просто играл на фортепьяно, он был композитором и сочинял танго. Эта сладкая аргентинская отрава уже проникла в Европу. Вальцы и мазурки больше никого не трогали. Всем хотелось умирать от любви и нежности. Каждую ночь. С рассветом выпить чашечку кофе и отправиться домой спать, чтобы к вечеру быть готовым вновь умирать от любви и нежности. Прекрасное было время. А Голд и Петербургский были его кумирами. Голд маленький, толстый и грустный. Ежи высокий, стройный и веселый. Ежи Петербургский не потерял веселья, даже когда в 36-м году невеста Надин Ставинская бросила его ради богатого английского промышленника. Голд, сказал тогда Ежи своему скрипачу, ты не поверишь, я сделаю из этих слез свое лучшее танго. И сделал. Исконно русское танго родилось в богемной Варшаве. Называется оно то «Статя Ниджеля» – «Последнее воскресенье». В нем поется о том, как парень в последний раз встречается со своей возлюбленной, которая бросает его ради денег. Если верить некоторым мемуарам, то Голд, когда Ежи сыграл ему этот танго, разразился слезами и сказал «Ежи, твоя музыка таки убила меня. Я всегда страдал, что у меня нет твоего таланта. Но теперь я скажу тебе вот что. Даже если бы у меня было твоего таланта, я весь отдал бы его тебе, потому что тебе, Ежи, он нужнее. Тебе придется жить за двоих». Голд погибнет в Треблинке. Но прежде чем погибнуть, он изо дня в день будет дирижировать лагерным оркестром, сопровождая смертников в газовые камеры. Ежи Петербургский действительно прожил жизнь, которой хватило бы на двоих. После раздела Польши он оказался на территории Белоруссии, но не растерялся, и создал белорусский джазовый оркестр, имевший огромный успех. Вы будете смеяться, но «Синий платочек» написал Ежи. «Помню, как в памятный вечер Садал платочек твой с плеч, Как провожала и обещала Синий платочек сберечь». Не очень понятно, каким образом никогда не державший в руках оружие музыкант оказался офицером ВВС освободительной польской армии генерала Владислава Андерса, воевавшего в Северной Африке. Но он им оказался, и в 40-е годы вел музыкальные радиопрограммы из Каира. После войны он пожил немного в Палестине, здесь он руководил сводным хором кибуцного движения, а затем отправился осваивать Латинскую Америку, и за 20 лет действительно много освоил, поработав в Бразилии, Венесуэле и Аргентине. В 68-м Ежи вернулся в Варшаву, женился, хотя ему было уже 73 года, родил двух мальчиков, и прожил еще 10 жизнерадостных лет. Детей, они здравствуют и поныне, зовут Ежи и Артур. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ